Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие годы экономика России войдет в ряд ведущих экономик мира. Сегодня мы спросим у жителей шахтерских поселков Ростовской области, что они думают на этот счет. И еще какое будущее они видят для нашей страны. Это глаз народа. Вы меня снимаете, вы дороги снимаете. Вот снимаю дороги. Вам нравятся какие у вас дороги? Конечно нет. Нам не нравится даже БУД. Наш этот, как его называют? Депутат. Депутат не нравится, да? А вот скажите, вот Дмитрий Анатольевич Медведев недавно заявил, что... Блядь, тоже Медведев, тоже не нравится. Тоже не нравится. Но вот он заявил, что в ближайшие годы наша страна перейдет в разряд ведущих экономик мира. Сколько вы готовы ждать? Нет, сказал немного подождать. Подождите, давай положи. Давай погарю. Подождите, давай погарю. Да, сказал немного ждать. Как вы? Давайте, сколько время ждать? Ну он сказал ближайшие годы. Как вы думаете, дождемся? Я нет. А почему не дождемся? Ну потому что Медведев и Путин, они ни о чем. Потому что они в стране ничего не делают. Подождите, у вас в поселке за них проголосовало большинство. Это кто сказал? Это я видел документы, это статистика, это все официально, конечно. Я что-то у всех спрашиваю, никто про них не голосовал. Вот на последних выборах за единую Россию... Я за них ни за кого не голосовал. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 82. А вот в этом бараке сколько вы прожили? Лет 50. Лет 50, да? А как вы думаете, почему такие условия жизни? Почему вас не переселили до сих пор? Ну, а куда переселять? Пока жилище, можно было жить. Дети были, были. Я троих детей похоронила. А тебе осталась одна вот с ним, что взять, дедкин, муж остался его со мной. Так будет наша страна ведущая, будет у нас ведущая экономика в мире через несколько лет в нашей стране. Как вы думаете? Вот когда дадут квартиру, вот тогда, может, будет. Но вообще, какое будущее у нашей страны? В 82 годах какое может будущее, чтоб она в этом бараке померла в развалинах в этих, А вы хотите чё-то доказать? Чё вы хотите доказать? В 19-м году, в этом году, должны были дать квартиру. Сказали? На три буквы. И всё. Пошли вы все. Как вы думаете, кто виноват в этом? Администрация и остальное, вся эта, не буду говорить матом. Нет, я не верю. Почему не верите? Потому что это всё туфта. Ну как же, это же сказал Медведев. Ну то, что он говорит, это верите вы им всё. Мы не верим. Нам и Медведев это всё обещает. Путин сколько уже лет держит и руководит. Ничего не делается у нас в стране. Ну а вы верьте, что вообще, когда-то мы начнём, прорыв у нас какой-то будет? Ну если так, на будущее, может быть. Но вряд ли. А что для этого нужно, чтобы был прорыв? Да руководителя надо менять. Да и всё. Тогда изменится, да? Да, может что-то изменится. Что это у нас, Горенко? Что он нам сделал? Вы сами посмотрите, на посёлке ничего нету, ни детских площадок, ничего. Сами ходим, добиваемся. А скажите, если будут у вас детские площадки, от этого работы прибавится на посёлке? Да, конечно нет. А что изменится? Ну детские площадки сделают, дороги сделают. Что, лучше жизнь будет? Ну получше хоть чуть-чуть. Ну бесполезно. Вот шахты надо открывать, людям работу давать, какие-нибудь заводы или чё-нибудь. И вот вам нравится такая жизнь? Нет, мне нравится. Не нравится? Да, вы инвалид. Вам нравится такая жизнь? Нет, нет. Не нравится? Нет, вот семьи дороги. С семьи дороги. Весь асфальт разловно. Ну вот скажите, вот вы инвалид, да? А дорог нет. Вот вы живёте в бараке. Правильно я понял? Да, да. Ну вот, Дмитрий Анатольевич Медведев недавно заявил, что в ближайшие годы наша страна перейдет в серию ведущих экономик мира. Вот вы верите в это? Если мы здесь живем, нет, не верится. Может где-то, а здесь же близко. Но вам инвалидам лучше стало жить за последние годы? Нет, нет, не лучше. Вот вы почему в бараке живете? Как вы думаете, почему вас не переселили инвалиды? Ну, как, документы сделали, а когда это переселится, сказали, там, какие-то года, пока дойдет это самое. Очередность, очередность. Ну, смотрите, вот дети Абрамовичи, дети Ротенбергов живут, жируют, а вот вы инвалид здесь живете в бараке. Как вы думаете, правительству не стыдно за это? Да, детей не стыдно. Они же не знают, как мы здесь живем. Ну, расскажите, как вы живете здесь? Живем как? Выживаем. Не верим, мы уже ни во что не верим. Почему не верите? Это дорога, которая от трассы идет сюда, отрезок этот, аппендицит. Власть расстрелять надо уже за этот отрезок дороги. Таксисты уже сюда даже таксисты не ездят. Да сюда никто не хочет. Никто не хочет ездить сюда из-за дороги. Говорят, встал бы Сталин, Сталин и расстрелял бы ту власть, которая отвечает за этот отрезок дороги. А вот у меня такой вопрос. Я когда ехал к вам, посмотрел протоколы голосования, итоговые протоколы голосования по вашему поселку. И у вас здесь большинство голосовали за Единую Россию. То есть это нормально, как вы считаете? Мы уже не знаем, за кого голосовать. Уже не знаем, кто справедливый, кто единый, кто плохой. Это сказки. Почему сказки? Это документ. Я никому не верю, ни хрена у меня. Я никому не верю. Вообще никому. Нету веры никому. Ни в больницу, ни в школу, ни в чего. Скажите, что нужно сделать, чтобы у нашего народа появилась вера? Власть за тот отрезок дороги, это стрелять власть. Все. Которая отвечает. Тут много чего надо. Вообще, вы верите, что у нас будут позитивные перемены в стране? Я лично не верю. Ну, когда-нибудь будут? Никогда. Не будет. Почему? Ну, что ж такое? Хуже будет, лучше нет. Какие у вас проблемы существуют? Работы нету, дорог нету, автобусы не хотят к нам ездить. Ничего такого нету для молодежи. Вот у вас дети, смотри, маленькие. Да, один садик у нас, одна школа, и то девятилетка. Ну, а какое будущее для них вы здесь видите? Никакого. Будущего нету ни для нас, ни для наших детей. Нету ни работы. Мужикам приходится ездить на вахты. Семьи не видеть по полгода и больше. А вот как вы думаете, вот есть ли связь между тем, что вы голосуете за Единую Россию и эта жизнь такая у вас? Есть. Есть, да? Есть. А какая связь? Потому что все за Единую Россию голосуют. Так что, голосуете, а жизнь не улучшается. Так что, почему? Я не знаю, я уже сколько лет не ходил. Да почему? Бог узнает, почему. Почему вы голосуете за Единую Россию, если жизнь не улучшается? Может быть, за другую надо партию голосовать? А за кого голосовать? Кого. А что, нет никого больше? Кого. А скажи, за кого? Да не знаю, там есть и ЛДПР, коммунисты, «Справедливая Россия» это. А чего они лучше? А чего они лучше? Да ничего. Его за одной кормушкой, все там кормятся. Да. Его за одной кормушкой. И люди им просто, и заражение, они что-то нахер не нужен. Сколько предприятий у нас открылось за последние 20 лет? В городе? Я знаю то, что шахты позакрывались. А сколько открылись? Но открываются только и десят пятерочки и магниты. Магазины, да? А вот вы верите, что у нас в ближайшие годы будет улучшение в стране? Согневаюсь. А вот как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы у нас появилась работа? Не знаю, наверное, поменять правительство. А есть другие методы? Наверное, нет. А вы что, верите в будущее России? Ну, конечно, я верю. У меня дети растут. А в чем это будущее, на ваш взгляд? Я не знаю, я просто вижу это все в детях. Как дальше будет, я не знаю. У вас есть беспокойство, что в будущем детей не будет этого будущего? Конечно. Нужны перемены в стране? Конечно, и большие. Новое время пришло в стране. Все с нетерпением ждут парад. Дань отдавая святой войне. В первых рядах короли сидят. Новая власть внутри Кремля. Грозная сила у руля. Новый совет директоров. Партия жуликов и воров. Партия жуликов и воров. Сильные, смелые в ряд стоят. Все молодые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова